Субтитры создавал DimaTorzok И никак не развивается Было вот это Объясняет суть проблемы Недавно умер выдающийся советский академик Жорец Алферов КПРФ решила передать его депутатский мандат хорошо нам знакомому плантатору Грудинину Но наш доблестный цик в этот раз не подкачал Он подсуетился, быстро нашел у того еще какие-то махинации с налогами И на основании этого отказался признавать его депутатом Пункт об отставке Центральной избирательной комиссии Которая давно не служит интересам населения Вы помните, как цинично они растоптали выборы в Приморье Когда здесь победил коммунист, губернатор коммунист Они украли нашу победу То, что он говорит, правда В сентябре цик действительно отказался признавать победу Ищенке Пикантная ситуация в том, что это не вся правда Дело в том, что через два месяца после сентябрьских выборов Местный съезд КПРФ отказался выдвигать вообще кого бы то ни было На повторный выбор губернатора То есть фактически он встал на сторону цика И слил тем самым своего красного губернатора в унитаз И господин Долгачев это решение поддерживал Итак, дорогие друзья, мне очень хотелось бы прокомментировать ситуацию Сегодня прошла конференция по выдвижению кандидата От коммунистической партии Российской Федерации На пост губернатора Приморского края Где не выдвинули Андрея Ищенко Я считаю, что это слив народного протеста Я считаю, что это предательство со стороны КПРФ Я, Колосков Александр Александрович Член КПРФ Приморского края Публично заявляю о своем выходе с КПРФ После того, что сегодня произошло на краевой конференции Это позор Я больше не могу находиться в этой партии с этими людьми Вы предатели Вы слили народный протест Толя Долгачев, Артем Самсонов, Беспалов Помощник Чемериса Вы просто предатели Ну, как у вас совести хватает Сейчас людям в глаза будете смотреть А всех коммунистов Приморского края Истинных Я призываю последовать моему примеру И если не мешается Геннадий Андреевич Зюганов И не снимет Анатолия Николаевича Долгачева Первого секретаря И нижестоящих секретарей Крайкома Выйти из партии Потому что подчиняться единороссам Нет смысла Ну, что же теперь собирается делать КПРФ КПРФ будет обжелать это в суде И объявлять соответствующие акции протеста Но сейчас что мы видим Ищенко все-таки пошел на выборы Несмотря на то, что КПРФ его не выдвинуло То есть, иными словами Он где-то, в общем, совершил какой-то личный политический выбор И что теперь? Муниципальный фильтр его собьет Муниципальный фильтр его собьет Раз Второе Я уверен абсолютно, что Задача сбора Восьми Или там, десяти даже тысяч Верифицированных подписей Она малореалистична Так что, господин Долгачев Не морозьте людям голову В КПРФ есть неплохие люди Но к вам это явно не относится А второй фрагмент, который я хотел показать Выделяется не какой-то особенность А именно своей типичности Я отслужил 30 лет на флоте Я хочу гордиться моей страной Я хочу гордиться моим президентом Я не могу им гордиться Понимаете, он стал Вообще-то говоря Продажной сволочью Уж так получилось Я его не оскорбляю Но действительно так оно и получилось Что правительство было мерзопакостное А теперь еще и президент к нему совокупился За последний год, когда его избрали Его избрал весь народ Что случилось? Мы получили блюда Человеконенавистические законы Объективно условий для сохранения путинского компромисса На котором все было построено На котором была построена стабильность Что всем понемножку и все довольны Этих условий больше нет Они начинают очень быстро исчезать Например, с 2008 по 2018 год За эти 10 лет они, в общем, изношены, по-моему, в ноль Действительно, практически Но Танаж тоже держит власть Я думаю, что, как ни странно, есть еще один фактор Это психологический ресурс Который власть полностью не исчерпала И стоит отнюдь не в доверии Ресурс доверия тоже все То есть, в 2018 год Пенсионная реформа Доверия к власти больше нет Это видно в социологии И все Так понимаете, это сволочная власть Которая делает вот так Вот как она делает Чтобы элементарно мы с вами возмущались В конечном счете взялись за вилы И пошли на улицу Но так же нельзя, понимаете, нельзя Бунт, вы помните, как у Пушкина Бессмысленный, беспощадный Нельзя до этого допускать Мы должны удержать Страну, удержать власть Да, да, да Но есть еще один ресурс Который, возможно, не до конца Исчерпан Это психологический ресурс Который можно связать с тем Что люди боятся Это ресурс страха И все говорят, ой, они боятся репрессий Нет Я как раз считаю Да, люди боятся самих себя Ресурс страха В России очень специфический Это не страх перед репрессиями Это не страх перед полицией Не страх перед государственной машиной Это страх Российского человека Перед собой Потому что Российский человек Особенно российский мужчина Он знает, что он может натворить Страх гражданской войны Еще, кстати, даже не страх Что к тебе при меня относили Это страх, что ты сам натворишь что-то такое О чем будешь потом жалеть Вот вся эта идеология Страх перед Майданом На мой взгляд Это не страх перед тем, что кто-то там что-то навяжет За счет Майдана А какие-то враги придут И там еще что-то там Нет Это страх, опять же Российского обывателя Что когда он сорвется с цепи Он не только что эту цепь порвет Да, он еще Бог знает, что он натворит И вот Это ресурс страха По-моему, это последний барьер Который пока удерживает ситуацию стабильности Вполне возможно, что этот ресурс тоже будет исчерпан То есть люди подумают Ой, да черт с ним, Влад, да уж рискнем Когда человек говорит, что я готов рискнуть Даже рискнуть самим собой И рискнуть совершить что-то такое О чем потом буду жалеть Но это лучше, чем не совершить Потому что тогда я точно буду жалеть Но все равно неизвестность То есть страх перед неизвестностью То есть если я что-то сделаю То я потом буду жалеть Но если я не сделаю, то я точно буду жалеть Потому что будет только хуже И вот когда это перевешивает То ситуация переломывается И я не исключаю, что 2019 год Действительно может казаться переломным Потому что вот эта вот последняя Достаточно тонкая ниточка Она, похоже, что уже тоже рвется И еще последнее Я прошу это мое выступление считать Заявлением в партию коммунистов Приморья В вашей работе Все-таки есть достаточно большая масса Людей, которых я бы назвал Причем именно в положительном, скорее, смысле Политизирующимися обывателями То есть обыватель не как ругательное слово Так ах ты, обыватель А именно люди, которые просто жили Просто жили нормальной жизнью Были аполитичны, были не склонны Не то чтобы выходить на улицу Вообще думать об этих проблемах Они думали о своей работе Там о своей семье О даче Ведь там было у кого-то О детях Опять-таки И все В общем, это их Был мир Так, он был достаточно ограничен Но этот мир был Полным тоже своим содержанием В своей какой-то жизни И вот сейчас вдруг Они поняли, что политика пришла за ними И вот мне кажется, что как раз Для них Ваше выступление Ваш блог Это то, что надо Потому что вот Это затрагивает Таких людей очень сильно Люди Я просто объясню, почему так происходит Люди просто ищут Нечто Люди не хотят крайностей Они ищут тот самый Центризм Да Меня ругают за то, что я называю себя центристом Потому что это несколько иное понятие Я просто пытаюсь объяснить, что Не надо крайних У нас Нам нужна национальная идея Умеренность Вот во всем Это не русская национальная идея И русская история Во всем должна быть умеренность Третий фрагмент, который хотел показать Вот этот Самое ужасное То, что мы не можем объединиться Я звал на этот митинг Очень много своих знакомых Они говорили Нет, организаторы КПРФ Нам не подходит их идеология Мы не хотим выходить под их флагами На самом деле Это неправильно Нужно всегда Нужно всегда помнить историю Вспомнить Великую Отечественную Разве тогда Задавались люди Куда они идут За какую идеологию Люди выходили все вместе Несмотря на национальности Несмотря на религию Несмотря на какие-то социальные статусы Все были едины Наш враг сейчас Един как никогда Жулики и воры Называющие себя партией Единая Россия Всегда вместе держатся Друг за друга И отстаивают свои преступные интересы А что мы? Мы глядем друг друга Мы обвиняем друг друга в неправоте Мы докапываемся до идеологии До названия наших движений До того, кто в какой партии Что хочу сказать К иным образом не согласен То, какую силу вы поддерживаете Имеет принципиальное значение Если вы не хотите Чтобы вас и дальше водили как баранов Начните интересоваться политикой Поинтересуйтесь хотя бы Какие политические страны есть За что они выступают Потому что в будущем Вам это знание очень пригодится После начала перемен Именно от вашего выбора Будет зависеть Что получится в результате Украина Или Советский Союз У меня на сегодня все Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok